На наших лабораториях пользователи часто присылают сайты практически без ссылочного профиля. И мы часто на этих эфирах говорим про ключевую ошибку, мы его даже назвали правило 50 ссылок. На каждом сайте можно сделать прекрасно, в Украине 50 ссылок, которые будут продвигать ваш ресурс. И в этом видео я расскажу, как делать эти ссылки абсолютно бесплатно, не платить никому денег и просто подготовить свой сайт к продвижению в Google. Сайты в топе всегда имеют ссылки. Если вы будете анализировать ваших конкурентов, вы будете видеть, что их ссылочный профиль гораздо больше. То есть он может оказаться больше вашего. Редко бывают конкуренты без ссылок, такое попросту невозможно. И самые первые ссылки, которые делаются на ваш ресурс, это, конечно же, ссылки сайтов-каталогов. И в этом видео я постараюсь разжевать детально, как получать эти ссылки с каталогов, сколько времени на это нужно, какие ссылки точно нужно делать, какие тактики следует избегать и тому подобное. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEOQuick. Оставайтесь с нами и смотрим дальше. В первой главе мы разберемся, что такое сайты-каталогов. Конечно же, в первую очередь, это сайты, которые являются сборной солянкой информации о других сайтах. То есть фактически это списки других сайтов с их предложениями, с их информацией. И фактически информация, собираемая на этих сайтах, чаще всего создается пользователями, которые добавляют туда свои данные. Чаще всего эта информация делается на 100% пользователями, либо некоторые каталоги собирают информацию самостоятельно и формируют контент самостоятельно, собирая всего лишь входящие данные из определенных запросов. Поехали, собственно, разбирать, какие бывают виды каталогов. Условно говоря, все каталоги можно поделить на три ключевых типа. Первый тип – это классические справочники организаций. Таких справочников существует действительно огромное количество. И первые дедушки, собственно, среди каталогов – это и были справочники. Собственно, какие справочники существовали, вы можете посмотреть. Я оставлю ссылочку на статью в описании, где все это детально рассказал, какие они бывали. Но сегодня не об этом речь. Сами справочники – это сайты, которые созданы для того, чтобы пользователь мог внести свою информацию о своем бизнесе, а другой пользователь смог ее легко найти. И это, конечно же, в первую очередь помогало таким сайтам очень быстро находить себе клиентов. Так как в первое время поисковые системы действительно очень сильно были плохо развиты. И таким образом пользователи получали информацию из таких ресурсов. Ярким примером – это, собственно, можете сказать, это дубльгиз – первая база данных. Но она немножко попадает в другую группу. И эта другая группа называется «картографические сервисы». Ключевое отличие картографических сервисов от классических справочников заключается в том, что справочники не имеют карты. То есть информация, которая размещена в справочнике, она расположена попросту в виде отдельных страниц. Есть страницы рубрикаторов названий организаций, есть страницы, собственно, категорий, там разбивка по городам, по типам бизнеса, и отдельные карточки организации. То есть нет никакой карты, есть просто виртуальная карта и ссылок. В то время как «картографические сервисы» – это классические карты. То есть карта, допустим, Украины, карта Одессы, где расположены эти все организации в виде отдельных точек, где можно нажнать на нужный дом и посмотреть, какие организации в них находятся. И «картографические сервисы» фактически являются эволюционированными справочниками организаций, которые прикрутили к себе реальную карту. Да, я упоминал, есть такой сервис «дубльгиз», но и существуют и другие «картографические сервисы», в частности, украинские. А вот третья группа каталогов сайтов – это так называемые «подборки сайтов». И в эту группу попадает все, что угодно. Мы детально разберем в конце видеороликов, какие бывают виды подборок сайтов, и они действительно имеют абсолютно разную структуру. Я бы сказал, там их существует разное количество видов, и о них есть определенное фундаментальное отличие. Чаще всего информацию в них добавляется не полностью за счет того, кто подает в них данные. Об этом позже. И переходим, собственно, к основной теме – как добавить себя в «картографические сервисы». Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, как добавить себя в эти справочники. Справочники же нужно найти. И для этих целей мы создали классный тул, который называется «поиск блогов и каталогов». И каталоги в них действительно легко искать. Сейчас вам детально покажу. В первую очередь нужно определиться, какая категория у нас бизнеса. Например, мы возьмем парикмахерскую, и, собственно, вбиваем этот ключ. Парикмахерская. И выбираем, на каком языке мы будем искать. Каталог сделан на русском и на английском. Вы можете нажать «искать», и он сразу предложит вам кликабельные запросы, которые можно просто нажать и перейти в нужный раздел. Вот мы заходим в «поиск каталогов», и если мы увидим, здесь есть каталог «компания» или «справочник». И мы видим, сразу открываются сайты, которые просто можно себя сразу добавить. Можно просто открывать их и добавлять в свою компанию. То есть для этих целей вам не нужно быть SEOшником. В статье я более детально отошел, как это делать SEOшнику, как действительно нужно их собирать, чистить. Но простое правило, если вы будете кликать просто в первые, вот сразу в верхушке, это хорошие справочники. Главное, укажите правильно ваш город, чтобы правильно город, собственно, в поиске отображался вот здесь внизу. То есть в каком вы районе находитесь. И тогда вы будете сразу регистрировать свою компанию там, где нужно. А как регистрировать? Да просто выбираете любой, там, не знаю, каталог. И обычно ищите, как добавить там ту или иную компанию на этом сайте. То есть на каждом сайте вы ищете способ, как везде его добавить. То есть для этих целей либо ищите странички добавления, то есть они могут быть спрятаны, находиться в других местах, либо просто поискать под названием сайта, условно говоря, как добавить компанию. И вы найдете сразу эту страничку и добавите там свою компанию. Может оказаться, что вы не нашли сразу нужные справочники. Для этих целей в нашем поиске блогов и каталогов есть другие поисковые запросы, которые вы можете использовать. Так, ничто вам не запрещает понажимать на остальные элементы, которые есть у нас здесь. То есть вы открываете сразу все нужные там вкладки и смотрите, что есть. И вы видите другие все каталоги, которые открываются, они будут отличаться. И проверяете, где вы есть и добавляете свою компанию. В основном все, что вы будете видеть, чаще всего это справочники. Но наш, конечно же, сервис не был бы классным сервисом, если бы он не умел делать классную штуку. При помощи него вы можете найти, где размещены ваши конкуренты. Просто вместо запроса парикмахерская вберите название вашего конкурента. И посмотрите, в каких справочниках он добавлен. Если вы переберете несколько десятков ваших конкурентов, вы соберете полный список фактически всех этих справочников, которых можно смело себя добавлять рядышком с вашим конкурентом. Более того, у конкурента вы можете подглядеть, в какую категорию он добавлен, чтобы не делать глупые ошибки, размещать себя не в ту категорию, а сразу посмотреть, чтобы находиться просто рядом с ним. Далее вам нужно просто следить за тем, где вы регистрируетесь. Заведите классную Excel, в которой вы будете записывать сайт, в котором вы зарегистрировались, логин и пароль, который вы создали, почту, которую вы указали, телефон, который вы указали для регистрации. И следите за статусом модерации. То есть сразу себе ставьте ссылочку на будущий личный кабинет вашей компании, чтобы в случае чего его легко проверять. Ну и, конечно же, мониторьте почту, которую вы указали для регистрации. Ведь для проставления вашего сайта в каталог уходит от 1 до 21 дня, в зависимости от крутости этого каталога. Да, все данные, которые вы прописываете, модерируются. Поэтому самый популярный вопрос, который мне задают, а можно ли добавить фейковые адреса? Поверьте мне, можно. Я знаю огромное количество компаний, которые добавляли фейковые адреса и таким образом проскакивали модерацию. Они даже брали, их просят запишите видео входа, они просили людей, чтобы записали проход к этому входу, каких-то левых людей давали им деньги за это. И таким образом даже подтверждали модерацию. А реально там никакого заведения нет. И на карте, если ты приходишь, там просто закрытая дверь. И так и делали многие. И да, можно обходить модерацию. Но я не рекомендую этого делать, потому что причине, однажды будучи забанены на ряде ресурсов, вы можете вылететь сразу со всех, если мне кажется, начнут замечать, что есть такая организация, она типа пропала и закрылась. Я понимаю, что сейчас могут в комментариях мне написать, что да, у нас получается обманывать, да, у нас получается регистрировать. Кстати, напишите в комментариях, получалось ли у вас таким образом обходить модерации на крутых каталогах. Будет интересно поучаствовать в дискуссии. Но я рекомендую, в первую очередь, зарегистрируйте свою организацию, добавьте туда свои свеженькие фотки, чтобы пользователи, если гуглили название вас, видели вашу компанию, там, где она есть. И, конечно же, если кто-то напишет, что я там видел ее, там нет, это не самый приятный отзыв, который оставится на вашей карточке. Итак, с каталогами мы разобрались. Собственно, в каталогах есть одно ключевое «но». Регистрация в них в большинстве случаев не требует никакой оплаты, не требует проставления никакой на себя обратной ссылки на этот каталог. То есть, каталоги по умолчанию и справочники являются сервисом, который принимает информацию безвозмездно, но монетизируется за счет либо рекламы, либо, допустим, премиум размещений в этих же каталоговых и справочниках. Да, на самом деле, они зарабатывают в основном так. То есть, либо это если вы хотите дополнить карточку, сделать более классную карточку, да, там они могут брать за это монетизацию. Но первичная регистрация на сайтах-каталогах бесплатна. Если же вы знаете, что сайт за это просит деньги либо просит проставить обратную ссылку, он попадает в третью группу, которую мы тоже сегодня рассмотрим в этом видео. А мы переходим к группе картографических сервисов. И вы мне можете сразу сказать там два картографических сервиса. Ну, в Украине знают все Google карты и, конечно же, назовут это же снова популярный дубльгиз, который популярен в Одессе и в Киеве. Получается, что все, а вот и нет. На самом деле, карт огромное количество и я сейчас пробегусь, какие существуют виды. Первый сервис, который приходит в голову при картографических сервисах и, конечно же, обязательный для продвижения в Google, это Google карты или Google мой бизнес. Про него мы сняли классный ролик, как добавляется организация, как-то регистрируется. Плюс у нас есть на канале вебинары, которые посвящены оптимизации Google мой бизнес. В этой главе я не буду останавливаться и советую сразу же идти и смотреть это видео. Потому что там детально и разжевано, на что нужно обратить внимание. А в этом видео я скажу, что нужно знать. Сейчас Google мой бизнес ушел с интерфейса отдельного, как говорится, сервиса и теперь все данные редактируются попросту в браузере. Вы можете просто вбить в браузере уже потом название своей кампании и если у вас есть доступ на редактирование данных, добавлять сразу фотографии, новости, акции, товары, создать мероприятия. И все это прямо в поисковой строке. То есть для этого даже не нужно никуда ходить. Что нужно знать для новичка в Google мой бизнес? Первое, добавление туда бесплатное. Ссылочку на добавление оставлю в описании этого видео. Во-вторых, конечно же, модерация занимает от, собственно, там трех часов до 21 дня. Зависит от того, где вы находитесь. Если вы находитесь в месте, которое уже верифицировано Google, они как-то это заметили, они вас быстро подтвердят. Если они не знают, вам будете ждать письмо, которое придет вам на почту и вам придется вводить этот кодик, который приходит на почту. И тогда только вы верифицируете свою организацию, поэтому указывайте правильный адрес. Ну и третье, на что нужно обратить внимание, Google мой бизнес, это сервис, который ассимилируется сразу с другими сервисерами. Самое главное, что у нее есть своя собственная аналитика, которая отслеживает, гуглят ли пользователи его, есть ли там посещалка вашей организации, что люди смотрят на вашей карточке. Поэтому Google мой бизнес это действительно крупный сервис, который собирает всю информацию об отзывах. То есть его игнорировать это глупо. Поэтому если вы до сих пор там не сделали себе организацию, то, конечно же, вы очень много теряете. Но если вы живете, допустим, в странах в основном англоговорящих, есть же еще такой классный сервис, как карты Bing или майкрософтовские карты. Bing Maps это довольно-таки интересный сервис, потому что карты Bing по умолчанию встраивались раньше в винду, в виндовые планшетики. Как сейчас обстоят дела, не могу сказать, потому что я с виндовых планшетов давно-давно слез, но они были очень популярны и в карты Bing себя добавить было довольно несложно. И для этого нужно было всего лишь зарегистрировать свою компанию в сервисе, соответственно, Bing ссылочку я оставлю в описании. Поэтому для англоязычных сервисов это ссылка номер два, которую вы обязаны сделать для продвижения. Она прекрасно понимается и гуглом, и самим Bing. Третьим сервисом я бы отметил еще один сервис, которым я познакомился на тех же планшетах на Windows, но он существует и существует в браузере. Это картографический сервис HereWeGo от Nokia сейчас он уже принадлежит отдельной организации, был раньше и у OviMaps, а сейчас HereWeGo эти карты они существуют отдельно и пополняются точно так же, как и другие картографические сервисы за счет добавления пользователями информацию, вы регистрируетесь, добавляете информацию о себе, появляетесь на картке и, конечно же, потом становитесь доступны, то есть информация о вас становится доступна по прямой ссылке, которую можно вас найти. Я не знаю, насколько HereMaps отлично индексирует ссылки, но я знаю, что добавление туда гарантирует появление ваших организаций в сервисах, которые используют API этого сервиса и таким образом это дополняет информацию о вас. Если мы говорим уже о картографических сервисах, конечно же, нельзя обойти сервис OpenStreetMaps. Этот сервис, который действительно создан энтузиастами, для энтузиастов это карта, в которой можно добавить свою компанию абсолютно бесплатно. Вы просто создаете точку, указываете информацию о себе и после этого ждете одобрения от другого пользователя, который его подтвердит. Чем больше пользы подтвердит, тем лучше вашей организации. По поводу каких-то ссылок с OpenStreetMaps я не могу сказать, насколько они хорошо индексируются или нет, или вообще они индексируются и существуют ли они. Но сервис существует и добавить себя займет у вас реально минут 15. И эти 15 минут точно от вас не убудет. Если мы берем еще один картографический сервис, и был раньше такой классный сервис Foursquare. Я лично очень активно ним пользовался. Это классное было приложение, в котором мы что делали? Чекинились, чекинили организации и таким образом делали информацию о себе. У Foursquare был сайт, где у каждой организации была своя страница. То есть по факту мы получали реальную ссылку. Он потом ушел в приложение Swarm, сейчас его популярность скатилась. Я в принципе Swarm уже давным-давно не пользуюсь, хотя в принципе нужно посмотреть, как он сейчас живет в 2023 году, будет интересно узнать. Напишите, пользовались ли вы Foursquare в комментариях и я могу сказать, что когда Foursquare был на пике популярности, многие организации, кафешки делали целые акции в Foursquare, где вы подчекинились и получали там коктейль, подарок, все что угодно, там какую-нибудь скидку, там на купон, на какой-то бесплатный напиток, все что угодно. Было раньше Foursquare безумие, то есть сейчас он ушел и уже не так популярен, но чекиниться Foursquare, это было классно, делиться информацией, чтобы там были, это было классно и в сервисе оставить ссылочку до сих пор можно бесплатно. Если вы пользователь Apple, как и я, то, конечно же, вы знаете, что очень трудно подружить нормально Google карты с iPhone, да, во многих Apple сервисах по умолчанию встроены свои Apple карты и поэтому, когда вы пользуетесь стандартным приложением Календарь, то вы знаете, что организации в него каким-то образом добавляются. Как добавить свою организацию в Apple карты? Конечно же, на специальном сервисе Apple карты, где-то можно перейти, зарегистрироваться и добавить свой бизнес. Ссылочку для регистрации я, конечно же, оставлю в описании и добавить свой бизнес в Apple карты, я считаю, нужно обязательно. И самое интересное, что в Твиттере тоже есть геолокация и причем она работает очень интересно. Какие-то данные он подтягивает из того же Foursquare, но у него есть свой собственный метод добавления адреса организации. Да, в Твиттер профиле мы прописываем адрес нашей организации. Не так давно Твиттер выкатил, отделил бизнес профили от обычных профилей и для бизнес профиля вы теперь выбираете фокусировку, в фокусировке выбираете местоположение, время работы, то есть все, что мы делали в картографических сервисах. То есть, фактум к соцсети превратился в картографический сервис и из него получаете, условно говоря, ссылку. Да, там добавляется ссылка на ваш сайт непосредственно из Твиттер-аккаунта. Вес ссылок с Твиттера очень спорное утверждение, но у меня есть подозрение, что профили Твиттера дают больше веса, чем реальные другие там сообщения. И я уверен, что для ранжирования профилей Твиттера у Гугла используется свой метод ранжирования. Кто о нем знает, напишите в комментариях. Почему? Потому что Твиттером пользуются и пользуются SEO-шники регулярно, они в нем активно сидят. И ранжирование ссылок с Твиттера, вот хотелось бы действительно узнать, как оно работает и работает ли оно и существует ли для него какое-то негласное свое правило. Все мы знаем, что есть такая компания, как Мета. Не та Мета, не Facebook, а украинская компания Мета. Так вот, у Меты есть собственный картографический сервис. Да, вы не знали? Да, он существует. И он существует очень давно. И для украинского бизнеса я считаю, что добавить туда свою ссылочку, это, во-первых, и патриотично, и действительно полезно. Потому что это ссылочка с украинского ресурса, которая будет влиять на ваше продвижение. Ссылочка для регистрации будет оставлена ниже. Ну и мы переходим, конечно же, к последней категории сайтов. Это подборки сайтов. И здесь у нас будет настоящий винегрет ресурсов. Да, потому что эти ресурсы очень сложно как-то делить. Я долго сидел, думал, как их поделить, на какие группы. Ну и придумал простое деление. Первое деление, это, конечно же, сайты-отзовики. Отзовики, это сайты, в которых пользователи оставляют что? Отзывы. И если вы хотите нагуглить такие сайты, вбейте название, там, не знаю, конкурента, или продукта, или чего угодно, или категории, и допишите слово отзывы. И вся выдача будет полна этими сайтами. Отзовиков действительно много. Они существуют разные, разной величины. И я бы не говорил об отзовиках в этом видео, если бы не одно но. это то, что Google на самом деле вытягивает информацию из сервиса, где посчитал отзывы максимально полезными. Например, вот я вбил одного из наших клиентов, и вы можете увидеть, что выводится его карточка организации. Вот так вот выглядит Google Business в выдаче. Да, он картографический сервис, но он еще особо имеет место в выдаче. И если вы пролистаете ниже, вы увидите отзывы из интернета на сторонний сайт. И этот сторонний сайт, на нем собраны отзывы на эту компанию. То есть, фактически, пользователь оставляет отзывы на другом ресурсе, а их выводится в выдаче Google. И выводится не в классической выдаче, а выводится именно в карточке организации. Поэтому я считаю, что игнорировать этот фактор ранжирования и добавление себя в отзывики глупо. Это во-первых. Во-вторых, если вы забудете себя добавить в отзывики, рано или поздно какой-то недовольный клиент сам вас в этот отзывик добавит. И добавит туда единственный негативный отзыв, который будет там висеть, а вы не сможете даже о нем узнать, что он существует. Либо узнаете об этом очень поздно. Поэтому, как только вы выходите в интернет, ваш бизнес выплывает в интернет, я рекомендую заранее зарегаться на всех сайтах отзывиков, какие найдете. Гуглите их тем же методом, как мы и искали справочники. Вбивая название конкурентов, либо вбивая название категории в вашем городе и ищите все справочники, где можно оставить отзывы. Перебирайте всю выдачу, везде регистрируйте вашу компанию. Чаще всего регистрация бесплатная, не требует никаких усилий. Вы там остаетесь. Главное, мониторить отзывы, которые будут оставлять о вас пользователи. Ну и, конечно же, назревает самый популярный вопрос. А нужно ли накручивать отзывы на таких сервисах? Я не скажу, что их нужно накручивать. Потому что я считаю, что это неправильно. Накрученные отзывы слишком напрягают. И, конечно же, это выглядит неестественно. Но попросить пользователей оставлять отзывы. Вы можете попросить, чтобы какие-то отзывы падали на разные сервисы. Либо они отправляют вам отзывы почтой, вы их публикуете на сторонних сервисах. Так еще как-то можно обыграть. Но я бы рекомендовал все-таки, чтобы пользователи оставляли отзывы сами. Да, это получается, что на некоторых сайтах отзывиков будет 2-3 отзыва в месяц, что будет выглядеть неестественно. Дилемма, либо много отзывов, но накрученных, либо мало отзывов, но естественных. Потому что сервисов для отзывиков там много. Как туда везде успеть? Поэтому я даже не знаю, что вам посоветовать в этом случае, но можно копировать какие-то отзывы с одного сервиса в другой. Ну, получается таким образом типа их не накручивать. Это можно так делать. Иногда эти сервисы не ругаются за копирование отзыва, а иногда ругаются. В некоторых сервисах хорошо настроен IP-контроль и запрет фактически множественного создания отзывов с одного компьютера. Это тоже нужно понимать. Ну и самый простой способ выбрать каких-то 3-4 отзывика, самых популярных и QR-кодики в ваших организациях при отправке заказа просто каждый раз разные QR-кодики отправлять клиентам, чтобы они оставили отзыв. Допустим, один Google карты, один какой-то популярный отзывик и второй какой-то случайный отзывик. И вот такие вот 3 QR-кодика с просьбой оставить отзывы. Также можно прикрутить механику в вашем бизнесе мотивацию за отзывы. Розетка, например, любит, чтобы отзывы оставлялись прямо на его сайте с фотографией и вам присылаются кэшбэком какие-то бонусы. Прикрутите разные схемы, здесь, как говорится, руки развязаны. Мотивируйте клиентов оставлять отзывы на вашем ресурсе. Следующий тип сайтов таких вот подборок это агрегаторы. Да, агрегаторы фактически всего. Они существуют разные. Но не путайте с маркетплейсами. Та же розетка, которую я назвал, это маркетплейс. Он продает товары как свои, так чужие, которые выставляет. Это маркетплейс. Про маркетплейсы мы делали классный вебинар. Советую зайти посмотреть. Среди агрегаторов я бы выделил отдельной кастой прайс-агрегаторы. Это агрегаторы цен на товары, на услуги, на все, что угодно. Все, что собирает для отдельных популярных видов товаров цены из списки магазинов, это прайс-агрегаторы. И самое забавное, самый крупный прайс-агрегатор это гугл, как ни странно. В частности, его сервис гугл мерчант. В гугл мерчанте можно добавить свою компанию и продавать свои товары. Делается абсолютно бесплатно и добавление себя туда лишь усилит ваше продвижение. Но существуют и другие, например, такие популярные сервисы в Украине, как Hotline, Price, Price.ua, интернет-магазины очень любят эти сервисы, потому что с них можно действительно грести трафик, грести продажи, сразу заинтересованного покупателя грести. Раньше они прекрасно, допустим, нашим интернет-магазинам давали прибыль. Сейчас я уверен, что большинство ними пользуются. Напишите в комментариях, кто пользуется этими сервисами до сих пор. С ними у нас был целый менеджер, который занимался постоянно контролем, какие товары выводить в рекламу, какие выводить. У нас была настроена админка, которая позволяла нужные товары снимать с рекламы. В общем, у нас это все было налажено на потоке и мы реально следили за каждым товаром на каждом прайс-агрегаторе. За ценами каждый день следили мониторы, писали айпишки, которые следят за ценами конкурентов и многое другое. Вторым типом агрегаторов я бы назвал сайты, которые собирают информацию других сайтов с реферальными ссылками. Да, такие сайты зарабатывают на том, что продают трафик по реферальным ссылкам. То есть, в принципе, очень похоже на прайс-агрегаторы. Там тоже происходит переход по специальной ссылке. Но прайс-агрегаторы это отдельная каста у них особая система. Но в такие вот реферальные агрегаторы я бы выделил в частности онлайн-обменники. Очень популярный сервис. Действительно, вы можете создать свой очередной онлайн-обменник, в котором будет подборка обменников, которые обменивают валюту. Да, то есть, у вас сборник обменников с разной валютной парой и для разных валютных пар у вас разные обменники, которые реально меняют эту валюту. Вторые типы агрегаторов, которые я знаю, это сайты онлайн-курсов. Их очень много, потому что действительно курсов очень много. Есть те, которые просто хранят курсы у себя, это не агрегаторы, например, Udemy, то есть, это сервис, на котором просто лежат курсы. Но с него можно поставить ссылочку, конечно, на себя. И второй вариант, это есть сайты, которые просто собирают информацию о ваших курсах, которые расположены где угодно, с ссылочкой на ваш сайт. Так можно делать тоже агрегаторы курсов, таким образом могут зарабатывать себе трафик. Отдельно я бы выделил агрегаторы новостей. Статью про продвижение новостных ресурсов, новостных разделов. И агрегаторы новостей, на самом деле, их там можно назвать несколько самых популярных, но есть очень много агрегаторов, которые действительно собирают информацию обо всем. Я даже скажу, есть агрегаторы подкастов, отдельный сервис, который собирает информацию о других подкастах. И с них тоже гребутся ссылочки на ваш ресурс, если в подкасте указаны линки на ваш ресурс. Такое тоже возможно. Но еще существуют агрегаторы отелей и, конечно же, агрегаторы купонов, на которых тоже есть ссылки на ваш сайт и везде можно тоже добавить себя. Почему агрегаторы выделяют отдельно от картографических сервисов и отдельно от справочников? Если справочники напрямую влияют на SEO, картографические сервисы в зависимости от его известности тоже влияют на SEO, сайты отзывиков влияют на SEO, то вот эти сервисы на SEO могут влиять очень мало. Ведь чаще всего ссылки там закрыты. А если есть какая-то одна, то она находится в личном кабинете вашей странице, которую практически мало кто посещает. Но действительно с них можно грести трафик, потому что они сами занимают хорошее место в трафике и, собственно, получать монетизацию, прибыль. Почему их выделяют отдельно эти агрегаторы по одной высокой причине? Чаще всего переходы с них стоят вам каких-то денег. Да, за эти переходы вы чаще всего платите, за то, что вы там находитесь и перестаете платить, вы оттуда исчезаете. Самый пример странных агрегаторов это сайты объявлений. На них нельзя ставить ссылку, но в них можно всегда добавлять контент. Можно продавать свои товары, свои услуги, то есть таким образом сайты объявлений это пример таких специфических сайтов, которые не являются полноценными справочниками, но на них до сих пор кто-то продает. То есть это такой вид сайтов, который не попадает в нашу подборку, но на них тоже можно зарабатывать. Переходим к следующим сайтам подборков ресурсов и самый популярный сервис подборок ресурсов это сайты поиска работы. Вбейте в поиски любой запрос вакансии и какая-то должность вы можете узнать какой-нибудь безумный трафик. Ведь ищут работу практически всегда. Не существует, некогда не ищут работу. У меня такое чувство, что реально каждый день люди мониторят эти сайты. Я не знаю, сколько человек реально посещает такого рода ресурсов, но я уверен, что посещал безумный. И сайтов по поиску работы существует не так-то много. И самые популярные конечно же в Украине можно назвать это работа. Work.ua там Джинни например да там Jobs.ua и там Доу то по-моему еще такой сервис есть. Все эти сервисы они очень популярны для поиска работы. В частности некоторые специализированы для айтишников, некоторые специализированы вообще для всех готовые открытые. Ну линкеды не берем сюда это фактически соцсеть я не назову его сайтом поиска работы. Но на этих сайтах можно добавить карточку своей организации. заполнить контактные данные и конечно же поставить ссылку на свой ресурс. Для того чтобы вы там размещались чаще всего нужно чтобы у вас висела какая-то одна вакансия. Поверьте мне вы всегда в бизнесе будете кого-то искать. Копирайтера, линкбилдера например если это онлайн магазин то даже продавца или уборщика охранника вы все равно будете кого-то искать в этом бизнесе. это невозможно чтобы вы никого искать не искали. Поэтому зарегистрироваться там повесить себе заполнить всю информацию повесить какую-то одну вакансию ссылочку на свой ресурс который открытый и передает вес. Кстати самое забавное есть комбинация двух сайтов отзывиков и сайты вакансий. Да, это сайты отзывы сотрудников о компании. Их немного но они есть. Я уверен что вы о них знаете и если вы вдруг о них узнали только сейчас после этого видео и на гугле или нашли такие ищутся очень просто название компании отзывы сотрудников и вы находите такого рода сайты легко и сразу же. И вы можете узнать о том что сотрудники пишут про вашу компанию про компанию конкурентов и конечно неплохо за этими сайтами мониторить и следить. Если вы туда сможете добавить свою компанию заранее сделайте это заодно будете знать что пишут сотрудники о вас. А что если ваш бизнес условно говоря трудно добавить в справочники например вы там занимаетесь обучением торговли криптовалютами или чем-то еще или там букмекерством например занимаетесь каких-то таких видов бизнеса которые трудно занести в какую-то из категорий. Для них существует особая подборка сайтов рейтингов. Да допустим если вбить название запроса рейтинг и там название вашего бизнеса вы в свои сайты легко нагуглите. Просто вбейте такого рода запрос и посмотрите куда можно себя добавить. Например ваш сайт занимается созданием SEO сервисов. Да у нас на SEOquick тоже есть SEO сервисы очень классные вы наверное ними уже попользовались бесплатные абсолютно сейчас и вы можете пользоваться ним каждый день. Но допустим я хочу себя добавить у меня например нет SEO студии нет адреса я только разрабатываю SEO сервисы как мне себя добавить я беру такого рода рейтинг SEO сервисов запрос и перебираю вот такого рода выдачу и смотрю сайты где кто-то создал такого рода подборки лучше SEO сервисов лучше SEO сервисов топ SEO сервисов что это такое это фактически чьи-то статьи в блоге чьи-то созданные специально странички для получения трафика они создаются для того чтобы а вы туда пришли дали им денег и разместились они получали трафик и таким образом монетизировали его за счет вас поэтому оптимальный вариант это конечно же спарсить их узнать как добавиться это можно сделать допустим у каждого из сервисов зайти открыть его и посмотреть допустим как у этот сервис добавится в свою подборку написать автор и попросить добавь меня пожалуйста в этот сервис и после этого получить от него ответ там да или нет если вы появитесь вот тут у меня выдачи 100 элементов выдачи если вы добавитесь хотя бы десяток это успех сразу говорю вам это реально успех после этого можно писать что вы уже добавились какие-то 10 сервисов с просьбой добавиться в те которые вас еще не добавили и они со временем вас начнут добавлять да это так и работает это делается методикой аутрича про аутрич есть классная у нас статья на сайте советую ее почитать в отдельную группу попадают сайты обзоров это фактически те же самые рейтинги подборки вы просто используете слово обзор в запросе и смотрите кто делал обзоры на те или иные сервисы иногда это могут быть обзор допустим категории видов бизнеса и там можно попросить добавить вас там было там обзор топ 5 пиццерий добавить сюда шестую пиццерию и он исправит статью добавить туда шестую пиццерию или же это будет просто сайт который занимается обзорами с просьбой чтобы он написал обзор на ваш сервис в виде отдельной странички все варианты возможны но сайты обзоров это действительно тоже способ получить ссылочку на себя это ссылочки пиарного типа ссылочки в основном ведут на главную страницу да я забыл уточнить многие могут задать вопрос а куда должны все вести ссылки все ссылки все что мы сегодня перебрали и перечислили должны вестить на вашу главную страницу то есть все виды сайтов которые мы сегодня обсуждали вот сейчас в нашем ролике они должны вести на главную не на какую другую страничку на главную страничку вашего ресурса Ну и давайте, собственно, посчитаем, сколько у нас должно быть в итоге ссылок. С сайтов каталогов в норме, чтобы вы вытащили от 20 до 40 ссылок. Это действительно считается хорошим результатом. Вытащите больше, это круто. Но я мало в это верю, вот этот диапазон, скорее всего, вы вытащите во пределах одной страны. Потом, например, картографические сервисы вам дадут, ну реально, ну две ссылки, ну такие, ну там уж четыре, но я уверен, что две, вот считаем, мы вот Google мой бизнес однозначно берем, там Apple карты берем, Bing карты, может быть, если это сайт зарубежный. Отзовики вам реально дадут от трех до десяти ссылок. Ну сайты отзовиков, они, их много, но хороших мало. Ну вот я вот три точно знаю, вот вы всегда будете получать, но что в каждой нише свои отзовики, это тоже нужно понимать. Сайты вакансии это от двух до четырех ссылок стабильно вы будете иметь, то есть на сайтах вакансии оттуда вы вытащите хорошие ссылки. Ну и, конечно же, сайты рейтингов, если вы в них уже влезете, с них можно вытаскивать огромное количество ссылок, но на первые два месяца от трех до десяти я вот верю в эти цифры. Сайты агрегаторов, там каких-то там других вариантов, это очень по-разному, там всякие агрегаторы прайсов, потому что с них ссылки как таковой нет. Но они дают трафик и в разных нишах они работают по-разному, поэтому если мы прокалькулируем, то минимум тридцатку вы получите, максимум пятьдесят ссылок вы точно будете иметь. И с таким ссылочным профилем уже можно смело начинать. Что? Продвижение сайта. В качестве вывода к этому материалу я бы хотел добавить, что есть целая статья, которую я написал по этой теме, ссылочка уже есть в описании. И я хочу вам добавить, что белые методы продвижения всегда побеждают черные для нормальных видов бизнеса. Да, именно ключевое слово для нормальных видов бизнеса, потому что черные виды бизнеса белыми методами не продвигаются, это тоже нужно понимать. Если же вы планируете развивать свой бизнес по-честному, белыми методами, никаких санкций за все, что мы сейчас перечислили в этом видео, вам никогда в жизни не прилетит. Это реальные рабочие методы, которые помогают поднимать сайты. И первые сорок-пятьдесят ссылок, которые вы сделаете на свой ресурс, однозначно помогут вам выровняться на фоне конкурентов, а то даже некоторых и обогнать в первой десятке. В этом собственно все, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы следить за уведомлениями, переходите в наше сообщество, у нас есть сообщество в ютубе, где можно задавать вопросы, можно общаться со мной напрямую, я сразу отвечаю на них, а также можно писать под каждым видео вопросы свои в комментариях, я отвечаю на все комментарии, поэтому буду рад пообщаться со своей аудиторией. Всем спасибо и пока-пока!